МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика в студии Ольга Пыречкина. И сегодня в нашем выпуске. У солдата выходной. В канун праздника чествуют защитников Отечества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курс на внешний рынок в Казани обсудили развитие экспортной торговли. Поможем, чем можем. Палеоативная помощь на средства бизнеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Казани главы регионов Приволжского федерального округа обсудили поставки продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки. Совещание провел министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. В нем участвовали глава Республики Михаил Игнатьев и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Более чем в два раза должны увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса региона ПФО к 2024 году. Таковы прогнозы Минсельхоз России, которые озвучил Дмитрий Патрушев. Как вы знаете, в своем майском указе президент Российской Федерации обозначил для АПК стратегическую цель кратно увеличить к 2024 году экспорт продукции до 45 миллиардов долларов в денежном эквиваленте. На сегодняшний день основными экспортными позициями округа являются масложировая продукция и зерно. Сейчас наш федеральный округ занимает второе место в России по производству продукции АПК. Здесь ежегодно выращивается почти четверть от общероссийского показателя масличных, культуры картофеля, около 20% зерновых и зернобобовых культуры и овощей, а также более 16% сахарной свеклы. Что касается Чуваши, через пять лет объем экспорта должен увеличиться до 46 миллионов долларов. Для выполнения этого плана у нас есть все основания. Уже сегодня продукция АПК Чуваши экспортируется в 26 стран мира. В 2018 году Чувашская республика впервые экспортировала в Германию и Иран зерно и масличные культуры, отметил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Помимо расширения географии продаж, Чуваши нужно продолжить развивать агроэкспорт продукции глубокой переработки. Это кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица, подчеркнул Михаил Игнатьев. Подробности совещания в специальном репортаже Дмитрия Ковалева. Он выйдет в программе «Республика» в понедельник, 25 февраля в 20.00. А в Чебоксарах сегодня обсуждали, как сделать город высокотехнологичным. Сессию «Умный город» провел заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис. В числе участников – представители органов власти, айти-специалисты и программисты. За работой сессии наблюдала наша съемочная группа. Как слабовидящим людям свободно ориентироваться в городской среде? В этом поможет система «Говорящий город». Появляется информация по объекту. Вот у нас там все петербургские аптеки, поскольку мы из Петербурга. Ну и там информация – аптека такая-то, по такому-то адресу, часы работы такие-то, приходит там пандус слева, дверь справа, ручка на себя и так далее. Конструктор системы Леонид Аронов показывает новое мобильное приложение. Оно альтернатива стандартному устройству. Принцип работы одинаков. Передатчик связывается с оборудованием, которое установлено на объектах инфраструктуры. Затем инвалид слышит голосовое сообщение. Мы начинали для слепых, но это охватывает значительно более широкие круги населения. Это касается вообще людей, скажем так называемого, золотого возраста, то есть людей пожилых, особенно с начинающейся деменцией. Касается опорников, граждан с малолетними детьми, которые тоже зачастую там трудно передвигаться. Систему разработали в Санкт-Петербурге, успешно опробировали на Олимпиаде в Сочи. Сейчас «Говорящий город» работает в 18 российских регионах. Проект включили в федеральную программу «Умный город». Внедрение этой системы в нашем регионе обсудили на стратегической сессии. Чтобы процесс был продуктивнее, замминистра ЖКХ России Андрей Чибис предложил работать без галстуков. Надо быть максимально открытыми и откровенными. Участники разделились на 9 рабочих групп. Это «Умное ЖКХ», «Туризм», «Городское и муниципальное управление», «Умный городской транспорт». Эксперты каждого блока выявляли как успешные, так и проблемные зоны. Разрабатывали идеи и решения. По результатам вот этой работы мы должны будем сформировать четкую, понятную, конкретную дорожную карту реализации проекта «Чибоксары – умный город». Чтобы то, что в этой карте будет предусмотрено, оно не было оторвано от жизни, оно не было придумано, а оно было как бы выросло из самой земли города Чибоксары. Чибоксары – один из пилотных городов, где реализуется проект. База создана достойная, неплохая. И частично ряд технологий в транспорте, в безопасности, в управлении городом внедрены. Но наша задача – сделать радикальный рывок вперед. Сделать «Умный Чибоксары» по-настоящему городом будущего в наших с вами силах. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. Палеоативная медицинская помощь в нашей стране начала развиваться всего несколько лет назад. И пока учреждения, которые обеспечивают особый уход за больными, недостаточно. Около ста по всей стране. По подсчетам специалистов, для того, чтобы предоставить помощь всем нуждающимся, необходимо еще 500. В Чувашии более 300 детей, которым требуется палеоативная помощь. Волонтеры стараются помогать каждой семье. Алло, здравствуйте, Светлана Григорьевна. Меня зовут Зоя Фунданья Чижовой. Удобно вам разговаривать? Мы проводим обзывом потребностей на 2019 год. Опрос займет буквально минут 7. Чаще всего именно так начинается день волонтера Зои Кирилловой. Обзвонить, узнать, как дела у ее подопечных, кто в чем нуждается. В республике более 300 семей, в которых живут дети с тяжелыми диагнозами. Всем им требуется помощь. Причем не только материальная. Волонтеры помогают справиться со страхами и облегчить боль. Долгое время в республике с такими ребятами психологи и добровольцы встречались только в палеоативном отделении ГКБ. Но благодаря поддержке меценатов, бизнесменов удалось найти и обустроить вот это помещение в самом центре города. Предприниматель Яков Петров лично закупал стройматериалы, оборудование и игрушки. Помогал с ремонтом. Сейчас мы стараемся организовать пространство так, чтобы было все очень компактно и в то же время удобно для всех групп. С детьми будут заниматься психологи, физиотерапевты. В это время с мамами будут групповые занятия. И детей будут учить, как правильно с ними обращаться, как правильно себя вести. Специально для таких занятий заказали сенсорные подушки и валики. С помощью таких, так называемых, укладочных для позиционирования подушек, ребенок может расслабиться или наоборот, напрячься, заставить работать мышцы. Вообще пространство здесь будут организовывать в зависимости от того, какая форма релаксации потребуется ребятам и их родителям. Таких кабинетов в Чувашии больше нет. И, к сожалению, в ближайшее время, наверное, не появятся в других городах республики. Здесь все делается бесплатно. Дети-инвалиды будут абсолютно бесплатно приходить сюда на групповые занятия, на индивидуальные занятия. 22 февраля ликотека заработала в полную силу. Каждый день здесь ждут пап, мам и их детей. Первые посетители семья Щеголевых. В честь праздника маленькая Настя и ее мама Надежда даже устроили настоящий концерт. Надежда признается, что такие занятия очень помогают и ей, и дочери отвлечься от серых будней. И теперь они постоянно будут приезжать в этот центр. А волонтеры приглашают и остальные семьи присоединиться к их дружной команде. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Борис Андреев, Республика. В канун праздника в Чебоксарах честовали защитников Отечества. Поздравления принимали ветераны войны, вооруженных сил, кадровые военные и те, кто готовится выполнить свой долг перед Родиной. В зале ветераны действующие сотрудники силовых структур и будущие защитники Родины, юноармейцы Республики. Особое внимание к тем, у кого на груди ордена и медали. С особой теплотой хочу поздравить наших ветеранов, которые были, есть и остаются примером добросовестного служения Отечеству. Каждый год из Чувашии уходит в армию более тысячи человек. Все больше молодых людей поступают в высшие и средние специализированные учреждения, чтобы стать профессиональными военными. Для них слова чести и Родина превыше всего. Премьер-министр правительства Иван Маторин поздравил всех с наступающим праздником от имени главы Чувашии. От всей души поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Этот праздник является ярким символом несгибаемого мужества, твердости духа, верности долгу и беззаветной любви к Родине. Российскому государству не раз приходилось защищать свои рубежи, отстаивать свободу и независимость. Благодарю всех, кто посвятил свою жизнь нелегкой, опасной и очень ответственной воинской профессии. Те, кого мы привыкли каждый день видеть на службе, сегодня были даже на сцене. Ну, нас Родина одна, мы страна, и если кто пришла беда, так всегда, без укрепка и страха нас дороже, вместе нас и есть, рядом на рубеже. Татьяна Трофимова, Павел Литков, Республика. В Канажском педагогическом колледже открыли мемориальную доску в честь выпускника, старшего сержанта Григория Зиновьева. 34-летний уроженец Чувашии погиб в Сирии при крушении самолета разведчика Ил-20 вместе со служивцами, выполняя боевое задание. Трагедия произошла 17 сентября прошлого года. Григорий Зиновьев со школы был серьезным и спортивным парнем. В колледже учился на отлично и всегда находил время для общественной жизни. С Бришей мы проучились 4 года с центром педколледжа, и за все эти годы я ни разу не видела, чтобы он показал себя с плохой стороны. Это самый светлый человек, которого я знаю, самый добрый, позитивный, пластичный, настолько добрый, светлый человек. Хочу сказать огромное спасибо родителям, особенно маме, Татьяне Григорьевне. Спасибо вам, низкий полгон, за такого сына, за настоящего героя, мужчину и за настоящего человека. После окончания техникума поступил на исторический факультет Чувашского педагогического университета. Там Григорий увлекся поисковой исследовательской работой, принимал участие в вахте памяти в Смоленской области. Преподаватели Канарского педколледжа надеялись, что Григорий вернется работать к ним преподавателем истории и права. Но он после получения диплома выбрал армейскую службу. А служив срочную, старший сержант Зиновьев заключил контракт, службу продолжил радистом воинской части в Московской области. Оттуда и был отправлен в командировку в Сирию, где защищал интересы России и погиб, исполняя свой воинский долг. Григорий посмертно награжден Орденом Мужества. 17 сентября 2018 года в ночном небе Сирийской Республики выполняю прямую задачу сбить российский самолет Ил-20. Заставили кипар, но в том, на комугольник находился ваш земляк. И каждый раз, заходя в здание колледжа, вы будете задерживать взгляд на мемориальной доске и обязательно вспоминать с благодарностью от Регригория, который ценой своей жизни выполнил свой воинский и гражданский долг. Горько и обидно, что уходят лучшие из лучших. Полные планов, надежд. Ничем не восполнить, конечно, горечь этой тяжелой утраты. Мы все здесь собравшиеся склоняем свои головы перед мамой Гриши, Татьяной Григорьевной. В первую очередь за то, что она воспитала такого достойного сына, настоящего гражданина Отечества. На открытие мемориальной доски пришли представители органов власти, учителя, одногруппники, друзья и близкие Григория Зиновьева. Они почтили память героя минуты молчания и возложили цветы к памятному знаку. Олеся Русакова, Республика. Время мирное, но мы всегда солдаты на войне, объявленные огнем. Так говорят о себе и своей работе, пожарные. Они всегда на передовой. По периметру вдоль забора была такая дорожка. Деревья тогда маленькие были. И мы вот так бегали. А сейчас я бегаю около стадиона. В любое время года, в любую погоду Василий Нягин здесь, на стадионе Олимпийский. Ветеран пожарной службы привык к физическим нагрузкам. За 40 лет работы приходилось при чрезвычайной ситуации быстро взбираться по выдвижной лестнице, ориентироваться в густом дыму и спасать людей. Василий Николаевич много лет возглавлял республиканскую пожарную службу. Выезжал на самые крупные ЧП. На личном счету офицеры сотни ликвидированных возгораний и спасенных жизней. О своей службе Василий Николаевич рассказывает откровенно и без прикрас. На уроках мужества вспоминает пожар на канадской нефтебазе, когда произошел взрыв насосной станции и загорелся резервуар. Бойцы канадского гарнизона и сибоксарского гарнизона действительно работали, ну, насмерть нельзя сказать, приближенные вот к этому. Люди падали, но никто не ушел в свои позиции. Произошел взрыв, там кровь рухнула, никто не убежал. Тогда, в августе 93-го года, Василий Николаевич впервые предложил опробировать комбинированную схему тушения. Сработало. Огонь победили с помощью пены и порошка. Через три года он участвовал в ликвидации экологической катастрофы возле поселка Мыслец в Шумерлинском районе. 13 вагонов с дистопливом, 3 с фенолом опрокинулись рядом с деревней. Этот большой костер видели не только жители Чебоксар. Зарево пожара было видно и в Казани, и в Нижнем Новгороде. В ликвидации аварии тогда участвовало более 600 человек. Отвага, самоотверженность, готовность рисковать жизнью – это про Василия Нягина. Самые лучшие воспоминания – это, конечно, про первую награду – медаль за отвагу на пожаре, которая была учреждена именно президиумом Верховного Совета СССР и РСФСР. Был пожар рядом с пожарной частью на проспекте Мира, проспект Мира-2. Тогда это было общежитие профтехучилища агрегатного завода. На четвертом этаже возник пожар, ремонтные работы были. И где-то там 50 человек жили. В три утра, наряд, милиция, видят, что дым валит. Мы, поскольку рядом находимся, прибыли. Вытащено, в буквальном смысле, 36 человек. Среди них почти половина детей. И грудной ребенок был. О горячих буднях огнеборцев лучше любых слов расскажут вот эти живые экспонаты. Все они собраны в музее пожарной охраны. Василий Нягин со своей частью оборудовал вот этот зал пожаротушения. Почему этот зал? Люблю. Потому что это и моя служба, и моя жизнь. Ну, естественно, и моих друзей, и наших бойцов. Всегда вот улыбаюсь именно на третьем этаже нашего музея. Поскольку здесь почти все сделано бойцами пожарными шестой пожарной части. Каждый раз, бывая в музее, ветеран проверяет работоспособность экспонатов. Он очень проходимый. Очень проходимый. И самое главное, в обслуживании, ну, идеально для людей, когда вот ничего нет. Вот кальбратор не работает, его ткнул или что-то делал, он работал. Нету бензина. А деколон можно было ездить. Но деколон тогда очень дорогой был. Да, вот с кемидаром заправляли. Я беру обороты, все, я на второй передач, все, на третий, все, мы поехали. Уже ветер за нами гонится. Василий Нягин из династии огнеборцев. Из всех профессий в семье выбрал единственную, лишив тем самым себя навсегда права на страх. А сегодня, в преддверии уже Дня Защитника, конечно, я тоже отдел. И пользуясь случаем, я своих пожарных, сотрудников, из кем я работал, поздравляю от души с наступающим праздником Днем Защитников Отечества. И всем желаю здоровья, удачи, благополучия в семье. День Защитников Отечества От самой масштабной ожидают участников из 12 регионов. И задействованы будут 18 площадок. Напомню, что в Чувашии уже несколько лет работает Межрегиональный Центр Компетенции. На его базе проходят крупнейшие конкурсы по рабочим профессиям. Седьмой региональный чемпионат стартует 25 февраля. Своё мастерство будущие рабочие будут подтверждать в строительных, робототехнических, кулинарных специальностях. Юниоры в геодезии и туризме. Открытая новая компетенция – обслуживание и ремонт оборудования, релейной защиты и автоматики. Эти соревнования пройдут в электромеханическом колледже. Одно из предприятий республики оснастило производственную площадку по этому случаю. После окончания чемпионата оборудование останется там. И еще одна важная цифра. Только за последние пять лет в развитие среднего профессионального образования инвестировано около 7 миллиардов рублей. Потребность в квалифицированных рабочих кадрах большая. В столице Чувашии продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. На этот раз участники соревновали знания иностранных языков. Как школьники трудились над произношением, выясняла Юлия Важенина. Вот, пожалуй, несколько слов, которые я знаю на китайском языке. Но эти школьники определенно знают больше. Олимпиады по китайскому языку в столице Чувашии проводятся во второй раз. В этом году свой уровень языка решили проверить четыре столичных школьника. Теория и практика Олимпиады по китайскому языку проходила в два этапа. Сначала школьники выполняли задания по грамматике, знанию иероглифов, истории Китая. А сегодня у них практическая часть. Они подготовили презентацию ток-шоу на определенную тему, распределили роли, нашли аргументы. На все про все участникам давалось 50 минут. Затем дискуссия, разумеется, на китайском языке. Китайский язык довольно сложный, поскольку в нем очень много иероглифов, их несколько десятков тысяч. И даже сами китайцы знают не все иероглифы. Я подумала, что китайцев все-таки один миллиард, наверное, это очень полезный язык. И так и его начал изучать. Если Олимпиады по китайскому языку в этом году проводятся второй раз, то продемонстрировать свои знания испанского школьники могли впервые. Ребятам надо было вытащить картинку, тут же проговорить что-то, высказаться по теме, то есть по картинке нужно было высказаться. И потом давалось две минуты, три минуты на подготовление темы. И далее они уже выступали, скажем так, развернутым высказыванием. Федор Белов свободно говорит на испанском. Благодаря программе по обмену школьников он целый год жил в Уругвае. А интерес к языку у него появился, как только он впервые услышал испанскую музыку. У них очень зажигательная музыка. Ты слушаешь, и у тебя просто начинает внутри все трепетать действительно. И хотелось понимать, о чем они поют вообще, что говорят. И поэтому, когда мне предложили Уругва, я не думаю, согласился. Испанский не единственный язык, которым владеет Федор. Он знает еще и английский. Следующий на очереди у него китайский. Возможно, уже через год мы увидим его в числе тех, кто пробует свои силы в знании языка Поднебесной. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. По традиции, к 23 февраля приурочено множество самых разных событий. Один из них – Папа-фест. 400 пап и детей собрались во Дворце детского и юношеского творчества «Чебоксар». У Вани Павлова очень ответственная миссия. Играть на бубне, когда тебе всего 5 лет, совсем непросто. Уверенности придает то, что рядом папа. Мы чуть-чуть играем на чувашке музыкальных инструментов. Он меня всегда поддержит, да и твой нет. Он играет на бубне, на барабане, на шумовых инструментах. А я, в свою очередь, играю на гармошке. Вот так и живем с музыкой. На фестивале Папа-фест можно было попробовать себя в разных жанрах и видах. Папы-артисты учили ребят играть на музыкальных инструментах. Папы-художники проводили мастер-класс по рисованию. На творческой площадке умелые ручки учили выжигать, делать кормушки для птиц. На фестивале работали тематические, мастерские, спортивный, артистичный, творческий, нескучный, умный папа. Мы с сыном Ильей участвовали в конкурсе «Самый умный папа», сыграли три партии. Илья всех победил. Я отец троих детей, старший у меня уже служит в вооруженных силах, это у меня младший. Папа-фест – это не только возможность прекрасно провести время, но и хороший способ напомнить, как важны для детей отцовское внимание и поддержка. Проведение таких праздников в Чувашии становится уже доброй традицией. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика. И вновь к теме «Умного города» – цифровые технологии. В каждую квартиру в Чувашии появились первые умные новостройки с сервисами Ростелекома. Что такое дом с интеллектом? В нашем репортаже я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Умный дом начинается с умного домофона. С таким помощником хозяева всегда знают, кто и когда приходят в гости, даже когда их нет дома. Видео вызов поступает на смартфон пользователя, а хозяин решает, открывает дверь посетителю или нет. Всего до нажатия кнопки на гаджете и дверь открыта. В умном доме все под контролем. Даже счетчики электроэнергии и воды. Данные о потреблении ресурсов, интеллектуальные приборы учета в режиме онлайн передают в управляющую компанию. Ежемесячно фиксировать показания жильцам больше не придется. А контролировать расход ресурсов можно в личном кабинете. Ближайшая перспектива – это добавление умных шлагбаумов на придомовую территорию. Мы планируем создать единую платформу в виде мобильного приложения, которая будет включать в себя все компоненты. Помимо управления устройствами, датчиками, это и внутридомовые чаты, это доступ к видеонаблюдению, это общение и с управляющими компаниями. Сделать квартиру умной поможет система безопасности «Умный дом». Коробочное решение представляет собой набор датчиков. Если в дом проникли недоброжелатели, датчик открытия окон и дверей оповестит хозяина через СМС или пуш-уведомление. Протекла вода? Сработает датчик протечки. Датчик движения реагирует на любые перемещения в квартире, фиксирует температуру и освещенность. А вдруг задымление? Тогда сработает датчик дыма, моментально оповестив хозяина квартиры. Наблюдать, сделал ли ребенок уроки, как чувствуют себя пожилые родственники или продвигается ремонт, можно с помощью умного видеонаблюдения. Умная камера Ростелекома не только сообщит о событиях, а еще и передаст сообщения. Петя, садись делать уроки. Петя, садись делать уроки. К умному дому Ростелекома можно подключить более 200 датчиков разных производителей. Главное, чтобы все они поддерживали протокол Z-Wave. Управлять таким электронным домовым можно как с компьютера, так и со смартфона с помощью специального мобильного приложения. Мы видим, как застройщики, что в будущем, ну даже в ближайшем будущем, это квартира-компьютер. Причем даже не квартира-компьютер, наверное, дом-компьютер, микрорайон-компьютер. По прошлому году мы охватили 200 квартир, это наши первенцы. Соответственно, все дома этого года уже, конечно же, в этой же системе будут реализованы. Ну и дальше будет только больше. В ближайшее время умные дома появятся еще в нескольких строящихся жилых комплексах Чебоксар.